Против ни одного. Ярославская областная дума проголосовала за поправки в Конституцию России. Вместе с нашим региональным парламентом закон поддержало большинство субъектов. Идем в сторис. Ярославские инстакадры претендуют на звание лучшего видеоролика региона России. В них и живописные села, и места съемок знаменитых кинолент, и музеи, и концерты. Танцевальный гран-при. Ярославский ансамбль «Улыбка» на конкурсе в Воронеже покорил сердце знаменитой балерины народной артистки России Илзелье. Здравствуйте. В эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Юлия Тихомирова. Добро, данное накануне Советом Федерации по поправкам в Конституцию, стало центральной темой рабочего четверга в большинстве региональных парламентов. К ним перешло право официально высказываться по изменениям главного закона страны. Раньше всех его рассмотрели депутаты дальневосточных регионов. Формат встреч стал внеочередным. Во всех субъектах высказались за изменения. Ярославская область не исключение. И сегодня же свое мнение по поправкам в Конституцию озвучил губернатор Дмитрий Миронов. Крайне важно, что закрепляется конституционный статус Государственного совета, в который входят руководители всех регионов. Это реально увеличит доступ к принятию решений на федеральном уровне, в том числе и по выделению средств на социально-экономическое развитие территории. До всенародного голосования остается чуть более месяца. Высказаться по поправкам в Конституцию жители страны смогут 22 апреля. Среда обретет статус официального выходного дня. Тем временем, по данным в ЦИОМ, 87% россиян информированы об изменениях в главный закон. Их количество продолжает расти. Точную дату голосования знает каждый второй. Три четверти слышали о предложении депутата Валентины Терешковой по президентским срокам. Гарантии минимального размера оплаты труда, индексации социальных пособий, пенсии, отсутствие иностранного гражданства и видножительства у высших чиновников, снятие ограничений на количество президентских сроков – такова лишь часть поправок в Конституцию. Итак, сегодня большинство региональных парламентов голосовало за внесение изменений. Не стало исключением и Ярославская областная дума. Александр Захаров там работал. За 35-11 воздержались. Таковы итоги голосования по закону о внесении поправок в Конституцию. Таким образом, региональные парламентарии поддержали решение федеральных коллег и сенаторов об изменениях в главный закон России. Напомню, около 200 тезисов должны закрепить в Конституции меры по соцподдержке, верховенству российского права и новые требования к президенту, руководящим чинам. В социальный блок включены гарантии минимального размера оплаты труда, не менее величины прожиточного минимума, а также ежегодные индексации социальных пособий и пенсий. Сегодня это определяется федеральным законом. Но ситуация всякая в регионах, тоже все по-всякому. Например, сегодня в Ярославской области минимальный размер оплаты труда 12 130, а наш прожиточный минимум 10 800, ну там 780, да? То есть он уже выше. Прекрасно, хорошо. Так и нужно двигаться. Но по-любому меньше он быть не может. Это одно из самых таких серьезных достижений. Среди других предлагаемых изменений государственная поддержка культуры, запрет на умаление значения подвига народа при защите Отечества, пункт о защите института брака как союза мужчины и женщины, а также о создании федеральными и местными властями условий для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Внесена поправка об особом статусе русского языка. Хочу обратить внимание на поправку, которая о статусе русского языка. Законно предусмотрено, что в Конституции будет прописан статус русского языка как языка государства образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправного народа России. Ответственность выросла и у парламентариев, которые получают право утверждать кандидатуру премьера, его заместителей и ряда федеральных министерств. Чиновникам, занимающим высокие государственные должности, будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, заграничные счета. Также увеличен возрастной ценз к кандидатам на пост президента. Претендовать на высшую ступень власти может только человек, достигший 30-летнего возраста. Широко обсуждается и поправка о снятии ограничений на количество президентских сроков, которые внесла наша землячка Валентина Терешкова. Отношение к этому пункту лично высказал Владимир Путин. Он совершенно правильно сказал, что у нас с вами еще достаточно времени до окончания его президентского срока. Как он сказал, мы еще за это время должны успеть сделать много хороших и добрых дел. А дальше посмотрим. И мало того, ведь он сослался еще и на то, что итоговое решение будет приниматься и утверждаться Конституционным судом. Ярославская областная дума поддержала обновление Конституции. Обсудив дела государственной важности, парламентарии перешли к региональным. В частности, приняли изменения в социальный кодекс, согласно которым право на бесплатный проезд в транспорте получили некоторые категории населения. Получился такой сжатый, но четкий законопроект, где мы поддерживаем, а именно 100% бесплатный проезд в категории несовершеннолетние узники фашистских лагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда, члены семьи погибших сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы. По словам законодателей, в общей сложности под эту льготу в регионе попадают около тысячи человек. На финансирование поправки потребуется порядка 2,5 миллионов рублей. Александр Захаров, Василий Мосин, Новости города. Ярославцы оформили более 10 тысяч ипотек в прошлом году. Общая сумма кредитов составила 18 миллиардов рублей. Итоги 19-го сегодня обнародовал Центробанк. Средний размер суды по Ярославской области 1,8 миллиона рублей. Это на 200 тысяч выше, чем годом ранее. Срок погашения 17 лет. Совокупный объем долга жителей по ипотеке на начало 20-го – 46 миллиардов. Эксперты отмечают, платежи большинство вносит вовремя. В Ярославле-Стате подвели итоги минувшего года. По сравнению с позапрошлым, часть продуктов подорожала. Сливочное масло и крупа, часть подешевела. Яйца, сахар, картофель. Из непродовольственного снизились цены на меха и телерадиотовары, но возросли на табак и ювелирные изделия. Увеличилась стоимость платных услуг. К примеру, ремонт жилья и машин, общественный транспорт, театр. Самый большой прирост – почти 30% плата за обучение в техникумах и колледжах. Зато практически неизменны цены на жилье. Если брать за 10 лет, с учетом инфляции, цены на жилье у нас остаются стабильные. Стоимость одного квадратного метра на первичном рынке выросла на 1% и составила к концу года 53,5 тысячи рублей. На вторичном рынке за год цена повысилась на 9,9% и составила почти 50 тысяч рублей за один квадратный метр. В целом, утверждают статистики, в Ярославской области все стабильно, кроме демографической обстановки. Увеличивается естественное убыль населения, численность сокращается. За прошлый год жителей стало меньше на 6400 человек. Число умерших на 7200 человек превысило рожденных. На 1 января 2020 в области проживает 1 253 200 человек. Ярославцы выберут дизайн автобусов межмуниципальных маршрутов. В социальных сетях стартовало голосование за будущий облик общественного транспорта. Респондентам на выбор предлагают 7 вариантов оформления бортов. В их разработке участвовали студенты худучилища, представители областных отделений Всероссийского союза художников и союза дизайнеров, сотрудники регионального Дептранса. Желающие, отмечу, могут прислать свои варианты. Итоги подведут 18 марта. За два месяца в Ярославле зарегистрирован рост ДТП с участием автобусов. В цифрах это 28 аварий, в которых пострадали 57 человек. Такие данные сегодня приводит управление ГИБДД. В связи с этим госавтоинспекция усиливает контроль за работой общественного транспорта. Профилактические рейды автобус и такси прошли сегодня на вокзале Ярославль-Главный. Александр Захаров туда отправился. Каждая проверка такси начинается с водительского разрешения на перевозки. Первый же факт выявил отсутствие документа у владельца автомобиля, стоящего на привокзальной площади. Знак такси тут же изымают, а на автовладельца составляют протокол. Теперь водителю грозит штраф до 5000 рублей. И подобные нарушения не редкость. Чаще всего это отсутствие вообще разрешения на данный вид деятельности. То есть водители на своих личных автомашинах, не имея соответствующего разрешения, занимаются частным извозом. Соответственно, не право уходит ни медицинский осмотр, ни техническое состояние транспортных средств. Неизвестно, в каком состоянии водитель выехал на линии. Помимо лицензии проверяют путевые листы и отметки о предрейсовом медосмотре водителя и техническом состоянии автомобиля. Это моя профессия будет. Как я должен относиться к этому ответственности. Поэтому я все, как полагается, так и оформлю все документы. В зоне внимания сотрудников ГИБДД и водителей автобусов. Здесь тоже проверяется вся необходимая документация, а также тахографы. Нарушение режима труда и отдыха – одна из самых частых причин последних ДТП, произошедших на городских дорогах. За два месяца текущего года в городе Ярославле зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Зарегистрировано 28 ДТП, в которых 57 человек получили травмы различной степени тяжести. Перерабатывать часто приходится, нет? Да не дорабатываем даже. Не дорабатывать? Смены неполные получаются все равно. Переработок нету. Слава водителя автобуса подтвердила проверках. Нарушений у перевозчиков во время рейда не выявлено. Тем не менее профилактическую работу продолжат. Акции автобус и такси будут регулярными. Будьте внимательны за рулем. Не пренебрегайте своей собственной безопасностью и безопасностью ваших пассажиров. Александр Захаров, Владимир Чернов. Новости города. Вывески, урны для мусора, прилегающие территории. Эти объекты благоустройства находятся под постоянным контролем районных администраций. Ежедневно сотрудники мэрии выходят в рейды, чтобы проверить, соблюдают ли собственники правила содержания. Это относится и к нестационарным торговым объектам, и к магазинам, расположенным на первых этажах зданий. Пятиметровая территория вокруг торговой точки – зона ответственности собственников. Ежедневно выявляются до 30 нарушений. Мониторинг дает результаты, правила благоустройства стараются соблюдать большое количество торговцев. Сегодня проинспектировали территорию улицы Володарского. Сотрудники администрации выявляют нарушения, стараются их устранить на месте. То есть, либо администратора, либо владельца собственника обязательно сразу на месте. Если же не получается найти контакт, тогда составляется акт и направляется в надзорные органы. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной в Ярославле получат от города по 5 тысяч рублей. Таких в областном центре 300 человек. Сегодня об этом говорили на заседании общественной палаты в мэрии. Участники встречи обсудили подготовку к юбилею победы. В очередной раз подняли вопрос присвоения Ярославля звания «Город трудовой доблести». Почетную степень ввел президент Владимир Путин. Она будет присваиваться городам, оказавшим в годы войны значительную поддержку фронту и внесшим вклад в достижение победы. На почетное звание претендует шесть десятков городов. Наш город огромную роль сыграл в обеспечении обороноспособности страны. Общественная палата города первая с этой инициативой выступила. Именно о том, чтобы нашему городу такое звание было присвоено. Сейчас готовятся необходимые документы для того, чтобы уже официально обратиться к руководству области, а в дальнейшем уже и к руководству страны. Ярославским ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию победы. Сегодня церемония прошла в геронтологическом центре. Здесь выступили творческие коллективы города, а 28 участникам войны вручили юбилейные медали. Один из награжденных – Юрий Шимараев. Уроженец Ярославля служил на флоте. Мы уничтожали мины на воде. Приезжаешь над миной, у тебя эти намотаны железом все. Проходишь раз, два, щелкает, потом на четвертый, на пятый взрывается. Ветеранам Великой Отечественной выплатят, кроме федеральных средств, 7,5 тысяч рублей от областных властей и 5 тысяч от городских. Правда, ближе к 9 мая. Тех, кто сегодня не смог присутствовать в актовом зале, поздравили отдельно. Вместе с медалями ветеранам вручили письма памяти, созданные городскими школьниками. Всего в Ярославле памятные знаки к 75-летию победы вручат почти трём сотням ветеранов. Приезжаем непосредственно к самим участникам и вручаем им медали с добрыми пожеланиями. Ну и, конечно, с той ответной реакцией, которую мы сегодня увидели, когда нам люди, бабушки, которым уже далеко за 90, на память рассказывают удивительные стихи про войну. Лично, персонально разносим по их комнатам и вручаем данные медали, говорим тёплые слова. Действительно, люди преклонного возраста, достойные большого-большого уважения. И хочется немножечко подарить им тепла, внимания, вручить эти медали максимально красиво, что ли, достойно. В Ярославской области планируют развивать социальные интернет-сервисы и проекты. Правительство региона в этом направлении заручилось поддержкой известной отечественной платформы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня подписали губернатор Дмитрий Миронов и глава компании по стратегическим направлениям Алексей Федотов. Интернет-площадка активно разрабатывает и внедряет целый спектр сервисов. Часть из них в регионе работает. Пока это перевозка людей, доставка еды и опция в сфере образования. В скором времени перечень может расшириться. Это сервис социальный, такси по специальным тарифам для людей с ограниченными возможностями, по оказанию реальной помощи в поисках работы, вот именно незащищенным группам населения, людям старше 50 лет, юноким матерям, уволившимся в запасы, в данном случае и так далее. Подписание соглашения даст еще больший толчок для развития сервисов, которые удобны для жителей Ярославля. И в том числе позволит нам ускоренно запустить или расширить те социальные сервисы, которые мы еще пока не запустили. Ярославский ролик в формате инста-сторис борется за победу. Кадры, снятые молодыми жителями области, принимают участие в конкурсе «Лучший видеоролик региона России». Авторское название «Ярославия» останется в твоих сторис. Создатели постарались охватить основные точки притяжения. От живописных сел и мест съемок, знаменитых кинолен, до музеев и концертов. Ранее ролик оценила жюри другого проекта. Качественные съемки и живой монтаж обеспечили ему выход в финал международного туристского фестиваля «Дива Евразии». Как сложится судьба инстаклипа в этот раз, зависит от активности ярославцев. О том, где можно проголосовать за ролик, можно узнать на сайте городского телеканала. Ярославцев приглашают на севастопольский вальс. Танцевальный флешмоб пройдет в честь шестой годовщины присоединения Крыма к России. Поучаствовать в нем смогут все желающие. Акция «Севастопольский вальс» в областном центре стала традицией. Однако в этом году изменится место проведения. Танцевать ярославцы будут на площади перед концертно-зрелищным центром на Катарасляной набережной. Начало в воскресенье в 11 утра. Первое место в смотре конкурса детских и юношеских коллективов «Весна священная» среди танцевальных ансамблей Центрального федерального округа. С победой из Воронежа вернулись участницы ярославского ансамбля «Улыбка». Сначала их номер удали карагода, отобрали по видеозаписи. Из 138 коллективов остались 24, которые приняли участие в очном туре в Воронеже. В итоге двухдневного танцевального марафона у ярославцев золотой диплом. По большинстве своем мы танцуем народную хореографию, а там был балет и современная хореография, поэтому это немножко не наш стиль, и мы старались выложиться на 100%, показать себя, показать себя в новом блоге. Эмоции самые разные, но, наверное, больше всего каких-то светлых, радостных, ярких. Это было круто, потому что танцевать на одной сцене с замечательными людьми, с солистами балета, с прямыми балеринами, это на самом деле очень-очень круто. Самым неожиданным для ярославцев стало решение председателя жюри Народной артистки России Илзы Лиепа пригласить улыбку поучаствовать в галлоспектакле, посвященном отцу балерины Марии Сулиепе. Она говорит, нам безумно понравился ваш коллектив, несмотря еще, что впереди был второй блок. Она говорит, мы решили остановиться для моего номера, про моего отца на вашем коллективе. Ваш коллектив выучит за полтора часа мою хореографию? У улыбки все получилось. Теперь танцоры выступят в финале конкурса на одной из ведущих театральных площадок Москвы и поборются за гран-при. Денежную премию в 100 тысяч рублей. В столице соберутся лучшие детские и юношеские коллективы России, победившие в своих федеральных округах. Каникулы для чтения. Так называется акция, которая стартует в Ярославле 23 марта. По инициативе муниципалитета в детских библиотеках подготовлены издания, рассказывающие об истории областного центра. Школьники смогут читать и на основе полученных знаний, создавать видеоролики о прошлом Ярославля. Конкурсные комиссии в районах выберут лучшие. Отбор пройдет по трем номинациям. Ученики начальной школы, среднего звена и старшеклассники. Работы победителей покажут в эфире городского телеканала, главного информационного партнера. Дипломы победителям и сертификаты участникам вручат в торжественной обстановке. Авторы лучших роликов получат пригласительные на открытие праздника День города Ярославля 10.10. Нам очень приятно действительно и показать коллекцию книг по краеведению, которых в последние десятилетия у нас увеличилось буквально в десятки раз. И мы подготовили списки литературы по возрастным категориям. Здесь мы предлагаем самые новейшие, самые красивые книги. Сегодня ярославцы вместе со всей страной вспоминают Олега Табакова. В этот день его не стало. Маэстро от театра не раз бывал в нашем городе и всегда поражал зрителей особенным нетиражируемым обаянием. Овации в 15 минут так встречали и провожали любимчика. Юбилей ювелира с Табаковым в главной роли открыл 16-й Волковский международный фестиваль. Руководитель МХТ и Табакерки любил встречаться с журналистами. И опять тот же лукавый взгляд, барханный голос. Великого артиста с Ярославлем роднит еще и имя нашего земляка Виктора Розова. Дебют в «Современнике» у Табакова состоялся в его пьесе «Вечно живые». В спектакле «Дядя Ваня», который МХТ показал в Ярославле, к рифею сцены отводилась далеко не первая роль. Но и здесь искренне незапланированные аплельсменты. Как всегда был легок в общении, за кулисами, в гримерке. Вспоминал, как в 70-е годы в Ярославле у него увели колеса автомобиля. Дом, в котором жила Любовь Орлова, временно квартира. Демидовское училище и исторический музей. Пример частично сохранившейся городской усадьбы. В новой серии документального проекта моей коллеги, журналиста городского телеканала Марина Смарагдовой, пойдет речь об усадьбе Матвеевский. Выходцы из крепостных крестьян шагнули сразу в купцы первой гильдии. История здания и знаменитого семейства в программе «Дом с биографией». Смотрите в пятницу в 19.50 на городском телеканале. В Ярославле пройдет акция «Раздача бездомных животных. Хочу домой». 14 и 15 марта в торговом центре на Тутаевском шоссе своих новых хозяев ждут кошки и собаки разных окрасов и возрастов. Животные стерилизованы и привиты. Желающим взять себе друга, необходимо иметь при себе паспорт. Отдадут хвостатых только по договору ответственного владения. Кроме того, на акции пройдет сбор помощи приютам. Требуются корма, ошейники, поводки, крупы, наполнители, лотки. Будут рады и любой другой помощи. Всех неравнодушных ждут выходные с 12 до 17. И теперь к спортивной части выпуска. Локомотив выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина. В шестом матче серии плей-офф ярославцы уступили соперникам из Финляндии. Матч с Йокертом прошел на домашнем льду. Счет в игре открыли гости на второй минуте. Ярославцы ответили в большинстве результативной атакой легионеров. С передачи Стафана Кронвелла и Магнуса Пиарви шайбу забросил Стефан Дакоста. Больше в этом матче сигнальные огни не подсвечивали ворота финнов. Далее последовали четыре безответные шайбы от иностранцев. Последний матч этого сезона Локомотив проиграл 1-5, а весь раунд плей-офф 2-4. Для нас первые две игры были очень тяжелые. Я не ищу оправданий, но это было не совсем верное решение лиги ставить нам 27 числа игру на выезде, потому что через два дня мы уже играли в Хельсинки. И когда тебя уничтожают в первых двух играх, тяжело найти в себе силу и вернуться в серию. Но даже после того, как мы проиграли третью, мы выиграли четвертую и пятую. Сегодня, если бы меньшинство Йокерита не сыграло так хорошо, если бы мы не сделали пару ошибок в первом периоде и забили свои моменты, у нас был бы шанс победить. По ходу первого раунда плей-офф Локомотив в шести матчах забил 10 шайб против 24 реализованных бросков от Йокерита. В регулярном чемпионате 19-20 железнодорожники провели 62 поединка. Из них победили в 34 встречах. За минувшую регулярку игроки нашего клуба забили в ворота соперников 170 шайб. Таковы цифры. А вот что о завершившемся хоккейном сезоне думают ярославцы. Похуже стало играть команду в последние годы. Плей-офф, в принципе, так неважно сыграли, а так сезон нормально считают. Шестое место на Западе. Играли хорошо, конечно, но под конец подкачали. Хотелось бы, чтобы выиграли в Йокерита. Очень хотелось. К сожалению, они вчера сыграли не очень-то хорошо. Стало немножко обидно. Есть такая поговорка, рыботуха из головы. Надо комментировать. Я не про тренера говорю. Пелина, тренер, все-таки опытный, мне думается. Его винить, скорее всего, не стоит. Видно было, что стараются так, как могут. Но хотелось бы их увидеть с кубком в следующий раз. Игрославский шинник начал подготовку к номинально домашней игре. Тренировки проводятся в поселке Щедрино. Отмечу, в клубном лазарете сегодня Алексей Пугин. А вот Виктор Патрашко и Эльдар Незамудинов приступают к тренировкам в общей группе. В воскресном матче из-за дисквалификации не примет участие Иван Олейников, получивший в игре с Ленисеем четвертую желтую карточку. На стадион Химки-Арина подопечный Александр Побегалов отправится в субботу. Днем позже там их ждет матч с Волгоградским ротором. Предстоящую игру шинник должен был сыграть на родном стадионе, однако его поле еще не готово к первенству ФНЛ. Именно поэтому воскресный матч домашним можно назвать лишь номинальным. В студии работала Юлия Тихомирова. Спасибо за внимание. До свидания.